Всем привет! Совсем недавно, можно сказать, в прошлом году, во время съемок обзоров мультимедийных 2.1 головных устройств, я восторгался, что сегодня буквально за 2000 гривен можно купить хоть и китайскую, но полноценную 2.1 с множеством полезных функций. А если постараться, то можно найти устройство с хорошим разрешением дисплея и даже GPS-навигацией. Покупка двух динки за 2000 гривен это своего рода дилемма, так как примерно столько же стоит обычная 1 дин магнитола, но от мирового бренда, со своими преимуществами, например, качеством звука и качеством исполнения. В 2020 году будет еще веселее. Теперь за 2000 гривен можно купить ту же 2.1 мультимедийку и пару бюджетных, но все же брендовых динамиков или две пары динамиков попроще. Таким образом, полностью укомплектовав автомобиль по звуку. Все это благодаря мультимедийному устройству Nexton MD701. Стоимость данной головы всего 1000 гривен и это, пожалуй, самая дешевая двухдинка. Но если к этой цене добавить еще хотя бы 100 гривен, то на нашем сайте вы сможете найти с десяток аналогичных предложений. За 1000 гривен вы получите сам ресивер с декоративной рамкой, два ИС разъема и даже пульт дистанционного управления. При этом пульт выглядит полноценно, у него нормальные кнопки и даже присутствует какой-то дизайн. В отличие от пультов более дорогих и намного более дорогих устройств, где пульт это печатная плата, обмотанная изолентой или термоусадкой. Сам ресивер, как и положено любой бюджетной приличной мультимедийке, имеет минимальную монтажную глубину, что сказывается на отсутствии CD-привода. Но это компенсировано разъемом под карты памяти microSD, AUX-входом, USB-разъемом, а также модулем Bluetooth. Среди разъемов на тыльной стороне есть абсолютно ненужный выход под микрофон, вход под камеру заднего вида, видео-выход, дополнительный видео-вход, аудио-выход для подключения усилителя, еще один разъем, который в инструкции именуется как баритон, я предполагаю, что это выход на сабвуфер, вход для FM-антенны и еще один USB-разъем для подключения специального видеорегистратора, которым устройство, конечно же, не комплектуется. И, собственно говоря, весь функционал данного устройства сводится к работе с камерой заднего вида, а также воспроизведению аудио-видеофайлов с различных источников. Все это работает под управлением операционной системы Windows, а изображение выводится на 7-дюймовый TFT-дисплей с разрешением всего 800 на 480. Но выглядит картинка достойная, я бы не сказал, что на дисплее видны отдельно стоящие пиксели. Интерфейс состоит из одного рабочего стола, на котором расположились иконки приложений и разделов меню. Также отображается время дата и FM-приемник. Поиск радиостанций и их переключение можно запустить даже в фоновом режиме. Меню настроек состоит из пяти разделов, но, как обычно, ничего интересного здесь нет. Можно настроить, кстати, включение того самого USB-видеорегистратора, который непонятно где искать, выбрать регион для поиска радиостанций, также систему цветности и выбрать подсветку кнопок. Несмотря на бюджетный статус головного устройства, у него есть возможность выбора цвета подсветки кнопок. Отдельно настраивается время дата, язык, есть несколько вариантов обоев рабочего стола и настройки кнопок на руле. Сразу стоит отметить, что магнитола немножко притормаживает, но за 1000 гривен это реально незаметно. Для доступа к аудио-видеофайлам на рабочем столе есть три иконки. Это файлы музыка и видео. Например, если зайти в музыку, будут отображаться все записанные на USB или SD карту файлы. Поддерживается MP3, FLAG, WAV, AAC и WMA. Все работает, мы все проверили, все аудиофайлы поддерживаются. И отсюда можно сразу перейти во вкладку видео и уже просматривать непосредственно видеофайлы. Из форматов MKV, Windows Media Video, MOV, MPEG 2, AVI, MP4 не работает только второй, Windows Media Video. Но он в принципе редкий и им никто не пользуется. Остальные все файлы, включая MKV, открываются и воспроизводятся. Возвращаемся к аудиофайлам. Здесь у нас есть одна и та же композиция, записанная в разных форматах. Выберем стандартный MP3 и послушаем, как звучит головное устройство. Думаю, даже на бюджетной акустике это удовлетворит неискушенного слушателя. Также при настройке звука отображаются сразу две полосы. Одна для медиафайлов, это и видео, и аудиофайлы с разных источников. И вторая громкость настраивается отдельно для Bluetooth. Доступ к Bluetooth осуществляется через главный рабочий стол. Здесь есть отдельная иконка. Можем также перейти в аудиофайлы и включить нужную композицию. Через Bluetooth, естественно, звук немножко хуже, но тем не менее слушать можно. Помимо Bluetooth предусмотрен еще один способ подключения мобильного телефона. Это Mirror Link. При таком способе подключения на экране головного устройства должно отображаться все меню мобильного телефона. Но это подключение почему-то не работает. Ну и в принципе это не удивительно. Тем более, что инструкция написана на китайском языке и до конца в ней разобраться невозможно. Зато камера заднего вида работает отлично. Здесь подключение простое, видеовыход камеры к видеовходу магнитолы и на камеру нужно подать питание. Собственно говоря, после этого она автоматически включается. На изображении присутствует, скажем так, избыточная яркость, но все это настраивается через интерфейс магнитола. Кратким нажатием на энкодер вызываются быстрые настройки. Здесь можно уже настроить низкие частоты, высокие частоты, баланс, федер, а также выбрать эквалайзер и включить тон компенсацию. Вот настройка яркости и помимо ее можно настроить контраст, насыщенность и тон. Быстрый вызов аудио настроек также осуществляется через иконку верхней части дисплея. Здесь уже баланс федер настраивается, скажем так, графическим образом. Также есть настройка низких высоких частот, выбор предустановленных настроек эквалайзера и включение тон компенсации. На этом, как обычно, все. Не забудьте поставить лайк и написать в комментариях, что выбрали бы именно вы. Это чудо и две пары бюджетных динамиков или просто бюджетную однодинку от мирового бренда.